Добрый день! Контроль масочного режима. Пожалуйста, маски наденьте, все пассажиры. Режим повышенной готовности у нас никто не отменял. Риски распространения коронавирусной инфекции сохраняются, поэтому всем нужно соблюдать масочный режим. Мы проверяем, как выполняется требование ношения масок, чтобы у пассажиров были маски, чтобы они закрывали плотно нос и рот. И в случае, если выявляется пассажир, который эти требования не выполняет, отказывается маску надевать, то в отношении него вставляется административный протокол. С осени прошлого года, когда к рейдам подключились правоохранители, оформлено 659 административных материалов. В том числе, с начала текущего года в отношении антимасочников составили 515 протоколов об административных правонарушениях, а за последнюю неделю выявили почти 40 нарушителей. Это вдвое больше, чем недели ранее. Контроль усилен. За несоблюдение противоэпидемиологических мер пассажирам придется заплатить штраф до 30 тысяч рублей. Если будет зафиксировано, что данный гражданин уже попадался за аналогичное правонарушение, то в этом случае может грозить штраф до 50 тысяч. Каждый пассажир должен сознательно относиться к своему здоровью и к здоровью окружающих. И в первую очередь должен сам надевать эту маску перед тем, как зайти в транспорт. Утро начинается с того, что всем кондукторам и водителям раздают защитные средства и инструктируют о том, что они должны надевать их правильно на нос и защищая органы дыхания. Также в подвижном составе во время рейса работает горячая линия, на которую можно сообщить о том, что либо кто-то из пассажиров без маски, либо кто-то из нашего экипажа находится без маски. Соблюдать масочный режим обязаны и экипажи транспорта. За невыполнение требований носить индивидуальные средства защиты органов дыхания для организации предусмотрен штраф до 300 тысяч. По словам перевозчика, те водители и кондуктора, которые неоднократно пренебрегают средствами защиты, привлекаются к дисциплинарной ответственности и лишаются премии. Единственное исключение – надевать маску не обязательно водителям тех транспортных средств, кабина которых полностью изолирована от пассажирского салона. Перевозчик предпринимает все необходимые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Перед выходом на линию подвижной состав моют снаружи и внутри, а также обрабатывают салон дезинфицирующим средством. В течение суток работают мобильные бригады. Кроме того, теперь в регламентные работы входит обслуживание рециркуляторов и обеспечение очистки воздуха от вирусов и бактерий во время поездок. Жителям города напомнили, что вакцинация от COVID-19 не освобождает от обязанности носить маску. Максим Магомедов, Григорий Плешаков, События.